доброго времени суток зрителям и включаем гостям нашего канала с вами россии мы находимся на роли game онлайн это рубрика геймплей летсплей седьмое видео почему она седьмое потому что до этого уже было шесть видео в данной рубрике и это соответственно седьмое да я к сегодня мы с вами будем рассматривать такую игру как под названием долгий путь домой это квестер скажем так или ртг в космосе м про про отряд или про команду которая на космическом корабле бороздит бескрайние просторы космоса в общем честно скажу я уже за это рассказывал на стриме я пытался я снять я отснял отличный материал для вас я думал сейчас будет бомба выпуск но получилось так как получилось в общем я все просрал снял я очень криво и если честно на фоне всего этого что мне не получилось я почему-то ну как вы знаете немножко расстроился и подзабил теперь я буду это делать заново потому что все таки игра стоит вашего внимания и поэтому мы с вами сейчас вместе и и посмотрим значит нажимаем кнопочку завершить прыжок идет загрузкам здесь нам нужно выбрать наш экипаж добро пожаловать в проект дедал это первое в истории человечества путешествие на корабле оснащенным гипердвигателем выберите четырех членов экипажа которые отправятся на нем альфа центавра их профессиональные навыки знания станут залогом успеха от экспедиции к новым рубежам расчетная продолжительность миссии 3 4 непонятно так у нас есть в общем экипаж я не буду читать конкретно их всякие там описание мы конкретно давайте посмотрим кто они по профессии у нас есть археолог летчик-испытатель инженер ботаник физик-теоретик астронавт исследователь стратег директор корпорации и соответственно обозреватель у каждого есть понятно свои перки это все очень круто шмута давайте я хочу взять летчика испытателя я бы взял астронавта соответственно мы же как бы отправим сами в космос как же без астронавта давайте возьмем обязательно исследователя который николай лебедев и давайте возьмем археолог нам нафиг не надо инженера все я думаю это идеальный вариант для нас дальше мы выбираем корабль в общем мкс вылез сюда у нас входит выберите корабль для миссии дал всем все корабли были заранее усовершенствованы подготовлен для длительных миссий здесь мы увидим такие характеристики как и прочность корпуса топливный бак максимальная дистанция объем бака видите можем убирать датюльный discovery не от разы discovery покрасим вот в такой голубенький цвет глуби к черный дальше мы выбираем челнок значит сереники под finder и одиссей вот одиссей знать очень похож на марсоход который в реальном в принципе существует значит что у нас сделать челнок выберите челнок он пригодится он для сбора ресурсов и данных во время путешествия хорошо это будет у нас одиссей код видите код для генерации галактики поделитесь с друзьями и сравните как принятые вами в ходе путешествия решения влияли на судьбу вселенной мы код никакой не будем ничего копировать потому что друзья мои во первых это играть не будет во вторых у меня пиратка к сожалению поэтому мы просто нажимаем начать так режим сложность режим исследователь бородяга исследователь давайте попробуем исследователь все таки не начнем с земли это обучение основам потому что боя лолкек чебурек поэтому я думаю что я вряд ли справлюсь без обучения и для того чтобы рассмотреть нам геймплей мне кажется вполне хватит против обучения так 9 8 7 так что нужно нужно дождаться прибытия на орбиту ставшихся члены экипажа взлетите набирайте высоту пока не включится автопилот так помстить указатель мыши в объединенную окружную зону используйте тягу челнок будет следовать за ним соответственно сейчас мы выравняемся как тяга реверс хорошо давайте и пошел левая кнопка мыши в общем наш челнок поднимается вверх все преодолели взлет сейчас мы по идее должны выйти на орбиту и присоединиться к нашему кораблю да стыковочка бэмс все так короткая стоянка на марсе нам нужно посетить шахтерскую колонию ски апарелли на марсе забрать оттуда экзотическую материю для прыжка задача долетите до марса посмотрите мини карту осуществить выход на орбиту и приземлитесь так прогноз риска безопасно хорошо давайте посмотреть карту вот получится карты какие понимаю у нас хорошо нам нужно на марс вот он марс вот он мы точнее вот они мы значит как я здесь понял здесь летать это с помощью левой кнопки мыши и правой соответственно давайте в общем сейчас надо вот как я понимаю мы едем 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 соседнее село и вот и полетели теперь тут надо путем сложных махинаций нам нужно выйти на марс с помощью левой кнопки мыши и вот такой вот финта ушами мы выстраиваем нашу полетную так скажем полетную позицию мы начинаем лететь кстати чеш умение говорить что ли часами туда вот марс нам нужно немножко выровнять еще выровнять еще выровнять вот вот мы сейчас будем проходить рядом с марсом сейчас мы замедляемся обязательно замедляемся 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 и пытаемся выйти на орбиту я не успел в общем ребятки так как я уже пробовал и сейчас я по ходу будут очень долго с этим учиться чтобы выйти на орбиту нужно походить рядом с марсом соответственно вот мы вошли в зону зажимаем автопилот это клавиша пробел и мы должны в течение двух с половиной секунд находиться на орбите для того чтобы на нее встать скажем так если пытаюсь опять выровняться потому что я все-таки криворукий парень немножко вы же знаете видите лучше для меня это вот вот так вот пытаемся сейчас попытаться сделать ведь и не успел мы слишком близко проходили рядом с марсом ребятки сейчас я попытаюсь выровнять вот так вот где-то пройти рядом по идее мы должны пройти рядом пойди должны успеть сейчас попробуем и да вышли на орбиту ребят просто изи бризи нажимаем теперь кью и садимся на марс идет заставочка наш челнок отделяется от космического корабля и мы отправляемся в сторону марса идет загрузка в общем теперь нам нужно сесть мне как бы вот что лично мне понравилось в этой игре да то что здесь как бы нужно немножко ну как бы скажем так ручками работать да то есть в том плане что не просто там нажал кнопку сесть на планету да и сел на планету а здесь вот видите надо именно чтобы сесть надо еще по пакет немножко то есть проявить свои ну вот так вот как я щас делаю так делать конечно же не надо ведь это это хрень ребятки так делать не нужно нужно нормально садиться в принципе не удивлен что у меня проходит сильно так потому что у меня руки заточены явно не под игры так вот что поговорим о геймплее значит геймплей в принципе у нас запитан пока что в основном это на кнопках мыши то есть левая правая кнопка соответственно левая это тяга право это реверс и конечно же крутим мышкой для того чтобы того чтобы выйти там на орбиту с орбиты там и так далее сейчас мы пытаемся уравнять наш челнок ну блядь елки палки конечно короче нас так только что колбасила что мы там своему чубрику сломали руку видите здесь как бы в том плане что экипаж получает повреждения соответственно поэтому не будьте таким ужасным пилотом как я так вот то есть сейчас пока все сводится к тому что у нас идет управление только с помощью левой правой кнопки мыши соответственно и прокрутов мыши у нас заканчивается топливо но мы уже практически сели ребятки мы уже практически сели и и и и и и все посадка посетить так центр управления ски аппер элли вызывает челнок добро пожаловать на марс я сам какие у нас антивещество с пылу жара готовы принять конечно же продолжить мы получили эти у нас есть база данных посмотрите текущие миссии задания у нас есть рубка проверьте статус корабля во время путешествия найдете устройство щиты обеспечить защиту от неприятельского огня но нет столкновений оружие необходимое для ведения боевых действий добычи ресурсов на астероидах следите за состоянием корабля и модулем поврежденные модули периодически дают сбой и восстановить их корабль можно только с помощью ресурсов или в лаборатории вот наш челнок проверьте статус челнока во время путешествия вы найдете дополнительные модули которые улучшают его характеристики челнок жизненно необходим для вашей миссии не стоит подвергать его риску бескрайней нужды ресурсы мастерской вы можете заниматься преобразованием ресурсов и ремонтом корпуса более редкие ресурсы дают больший эффект работа системы жизнебеспечения зависит от топлива используйте газ чтобы поддерживать его запас экзотическая материя нужна для межзвездных прыжков обрабатывайте минералы чтобы добыть ее металл необходим для ремонта корпуса корабля и челнока следует всегда помнить что мастерская работает неэффективно жилой отсек проверьте статус команды изназначить опилота челнока 5 недугов являются смертельными вылечить их можно только в лаборатории ответ все у нас тут видим вот что пилот челнока у нее серьезное ранение сломана рука соответственно и в лаборатории мы можем большой бак аптечку вот можем использовать на кого-то к примеру как я понимаю я бы ее полечил выполняю наземнюю миссию жду не дождусь возвращения домой ты не вернешься домой никогда как я понял оно должно полечить руку что такое транском давайте попробуем поэтому возвращаемся обратно на этот хорошо ладно продолжить в общем мы забрали экспериментальную защитную систему покидаем заканчивается топлива я надеюсь мы вылетим нам хватит топлива улететь на хватило мы смогли вылететь на орбиту и сейчас я думаю мы успешно присоединимся к нашему кораблю оповещение кабель был заправлен на орбите во время выполнения наземной миссии так что дальше нужно вернуться на орбиту добавьте антивещество в сетевой двигатель и ставите щит откройте меню корабля вводите в лабораторию выберите новый щиты члена команды который его установит выберите лабораторный бак хорошо так открываем давайте попробуем откроем корабль и на этом наверно закончим наш обзор то есть я думаю игра очень интересная то есть понятно что есть развитие команды куча всяких там видите шмотов можно подбирать можно улучшать можно создавать можно чинить можно исследовать что немаловажно поэтому я думаю любителям космоса обязательно ты готов понравится кстати ребят если вы были на стриме если вы сейчас мы видео обязательно поставьте лайк хочу напомнить что стрим у нас будет выходить по вечерний стримы 22 23 по москве это понедельник среда пятница и стримы которые будут выходить днем скорее всего это будет вторник и соответственно четверг с субботы на воскресенье у нас будет стрим выходного дня также помимо этого мы будем выпускать 23 видео которые будут не связаны со стримами лайк и подписка или же дизлайк вы знаете что мне подходит это это так отправляемся в лабораторию теперь значит вот экспериментальная защита обеспечивая частичную защиту от энергетических вспышек да я думаю смогу заставить это работать хорошо неплохо заводим так этот парень поехал большой бак оставьте это дело мне я заправлю ты заправляешь есть такое дело хорошо все закрываем используйте тягу и ускорение чтобы активировать гипер двигатель мы не будем его активировать потому что мы все-таки с вами находимся на стадии обучения и все-таки это краткий обзор геймплея и летсплея лично если мое мнение кому-то интересно игра как бы обязательно стоит вашего внимания и любителям космоса обязательно стоит с нее поиграть я думаю будет весело и прикольно а с вами был росси спасибо за просмотр подписывайтесь просто наш канал и оставайтесь с нами будет весело это был ролик гейм онлайн всем пока и до новых встреч